Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча посвящена изменениям в путевом листе, которое с 1 марта этого года должно применяться. На экране вы видите наши контактные данные, наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. Если по какой-то причине время оказалось для вас неудачным, то вы сможете пересмотреть вебинар с записью. Мы через некоторое время выкладываем его на наш сайт и, соответственно, вы сможете посмотреть этот вебинар и, возможно, вас заинтересуют какие-то другие вебинары или материалы. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик Гардашева Галина. Мои контактные данные вы тоже видите на экране. Если у вас возникают какие-то вопросы или нужна консультация применима к вашей ситуации, то мы будем рады вам помочь и ответить уже более подробно и предметно именно касательно вашей ситуации. Так что приглашаю вас к сотрудничеству. Сегодня тема нашей встречи будет по поводу новой формы путевых листов, которая обязательно к применению в 2023 году, правила заполнения, настройки, которые необходимо выполнить в учете и, соответственно, какие могут быть дополнительные сервисы, отчеты и так далее. Построена наша сегодняшняя встреча будет таким образом. Нормативный материал, если можно так сказать, мы будем с вами смотреть на слайдах и будем параллельно переключаться на демо-базу. Демо-база у нас будет бухгалтерия, бухгалтерия 3.0. И мы будем переходить на демо-базу. То, о чем мы поговорили, будем уже, так сказать, ручками смотреть на примере этой демо-базы. Итак, в принципе, вы все уже, наверное, слышали, знаете, что в 2023 году произошли изменения в форме путевых листов. Связано это, ну, во-первых, с ужесточением контроля, во-вторых, с тем, что внедряется электронный документооборот и, соответственно, путевые листы тоже претерпели некоторые изменения. Сейчас мы с вами посмотрим на слайде, так сказать, форму путевого листа и уже после этого переключимся снова на слайды и на бухгалтерию. Собственно говоря, как вы видите, путевой лист легкового автомобиля, собственно, сама по себе форма претерпела незначительные изменения. Изменения коснулись правил заполнения, отражения медосмотров в путевом листе. Ну и более подробно об этих изменениях мы с вами поговорим немного позже. С 1 марта у нас вышла новая редакция, изложенная на статье 6 Устава автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Дальше Устав. Обратите внимание, каким документом эта редакция утверждена. И, собственно говоря, во исполнение требований Устава применяется с 1 марта 2023 года приказ Минтранса номер 390. И им, собственно, регулируются остальные показатели, которые мы должны будем отражать в этом отчете. В бухгалтерии это реализовано достаточно комфортно. Сейчас мы с вами посмотрим слайдик. Настройки, которые нам необходимо выполнить, находятся в разделе администрирования. И в разделе администрирования нам нужно будет выбрать подраздел функциональность, то есть раздел настройки программы. Сейчас мы с вами переключимся на демобазу. Но прежде чем мы это сделаем, мне бы хотелось вам напомнить. Вот она, бухгалтерия. Нам сейчас это не нужно, пока мы закроем это. Так, путевой лист это тоже, но пока не надо. Значит, вот мы с вами выбираем меню администрирования и подраздел функциональность. Напомню, что это блок основной настройки, основные настройки программы. И мы с вами выбираем меню запаса. Здесь, как вы видите, нам нужно проставить чекбоксы, то есть вот эти зелененькие галочки. И активировать, так сказать, функциональную область по функциональную опцию по работе с путевыми листами. То есть мы проставляем здесь флажок и, соответственно, в этом случае мы можем работать в программе с путевыми листами. Напомню, что сделать это нам нужно установить функциональность полную. То есть не основную, не выборочную, а лучше полную. Поскольку здесь еще некоторые разделы, как вы видите, требуют полного интерфейса. Итак, мы с вами выбрали, проставили флажок, то есть можем теперь работать с путевым листом. И находится у нас раздел работы с путевыми листами. Сейчас одну минуточку переключу снова сюда. Значит, здесь мы с вами выбираем вот то, что мы с вами только что посмотрели на примере, как сделано. И дальше, что нам требуется сделать? Нам требуется указать у физических лиц, которые будут работать, на которых будут оформляться путевые листы, то есть на водителей наших или на экспедиторов, указать сведения об их водительских удостоверениях, чтобы в путевом листе отражалась эта информация, чтобы не приходилось потом забивать ее, так сказать, каждый раз в документы вручную. Сведения о физических лицах у нас с вами находятся в разделе зарплата и кадры. Переключаемся снова на демо-версию. Итак, раздел зарплата и кадры. У нас здесь есть подраздел справочники и настройки. Мы здесь выбираем физические лица. То есть, когда мы с вами выбрали какое-то физическое лицо, мы должны заполнить про него сведения, ну, соответственно, по его водительскому удостоверению. Мы, к сожалению, сейчас не сможем подробно показать, как это сделает, потому что время у нас достаточно ограничено, а рассказать хочется много. Но смысл в том, что после того, как мы заполнили все сведения про сотрудника, то есть, соответственно, его паспортные данные, мы должны заполнить еще его сведения о водительском удостоверении. Снова возвращаемся к нашим слайдикам. И теперь поговорим, что конкретно должно быть указано. Во-первых, здесь у нас есть с вами две вариации, если можно так сказать. Первая – это если у нас машина принадлежит организации, то есть организация является собственником. И вторая вариация – это если собственником автомобиля является физическое лицо, и у нас с ним, допустим, есть договор об использовании служебного автомобиля в рабочих целях, об использовании личного автомобиля в служебных целях. Хочу еще раз напомнить один момент, что если мы таким образом оформляем машину какого-то сотрудника, то здесь нужно учитывать, что указано в ПТС на этот автомобиль. То есть если это собственник единоличный, то соответственно от того, кто указан собственником в ПТС, зависит, нужно или не нужно согласие его членов семьи. То есть, например, супруга или супруги. Соответственно, должны мы указать полное наименование, адрес по месту нахождения, номер телефона, то есть все регистрационные данные. Однако вот здесь обратите внимание, раньше в приказе не оговаривалось, какое наименование должно быть полным, зато необходимо было указывать организационно-правовую форму. То есть от ИП необходимо было, чтобы был указан фамилия, имя, отчество, соответственно, адрес регистрации по месту жительства, ну и номер телефона ОГРН. Раньше ИП, то есть предприниматели, просили вносить почтовый адрес. Теперь требования немножко изменились и, соответственно, теперь необходимо указывать адрес по прописке, где человек прописан. Это и касается именно индивидуальных предпринимателей. Ну, собственно, в путевом листе самое основное – это показания спидометра, то есть сколько километров пробега за какой-то определенный период у нас произошло. Напомню, что это требуется для того, чтобы можно было отнести затраты на ГСМ, там, возможно, мойку, какое-то техобслуживание на затраты, и чтобы подтвердить экономическую обоснованность таких затрат. Показания спидометра раньше по требованиям необходимо было вносить на момент выезда транспортного средства с парковки или с гаража, ну, то есть там, где автомобиль стоит для хранения. И по окончанию рабочего дня, то есть смены, водитель транспортного средства при заезде средства на парковку до окончания рабочего дня должен был также внести показания спидометра. Теперь дополнительно приводятся показания спидометра на момент приема сдачи транспортного средства по следующему водителю по окончании рабочего дня. То есть если у вас на автомобиле, например, полдня ездил один водитель, а потом другой водитель принял автомобиль, то в этом случае должны быть разные путевые листы. Соответственно, на одно и то же транспортное средство возможно формирование нескольких путевых листов. В путевом листе в обязательном порядке должны быть указаны сведения о проведении предсменного, предрейсового и послесменного или послерейсового медосмотра. Вот в этом отношении требования немного ужесточились, потому что уже конкретно говорено, что сведения о медосмотре, то есть раньше достаточно было поставить штампик, и все хорошо. Теперь штампик имеет право поставить либо медицинская организация, в этом случае указывается, что там поликлиника, номер такой-то и так далее. Либо если медицинский работник состоит в штате медицинской организации, то есть, например, приглашенный медик для проведения медосмотров. При этом обязательно указание серии номера, даты выдачи и срока окончания действия лицензии на проведение таких медосмотров. И вот эта информация уже проверяется более предметно, потому что если информация заполнена сотрудникам, которые не имеют права на проведение медосмотров, то такой путевой лист может быть признан. Соответственно, у вас снимутся затраты, которые по такому путевому листу вы могли раньше принять состав расходов. Мы с вами выполнили настройки, которые первые вот посмотрели на слайдиках и потрогали руками. И теперь можно переходить к работе с самим документом путевой лист. Еще раз повторюсь, путевой лист это основной документ для учета и контроля работы водителя в организации. Выдается он по общим правилам ежедневно и дает право на управление транспортным средством в течение дня от имени организации. Ну, соответственно, в нем должно быть указана информация об организации, об автомобиле. Обратите внимание, маршруте и расходе топлива. Расход топлива, если, например, у вас не новая машина из салона, а приобретала где-то, допустим, ну, либо с рук, либо у какой-то другой организации, то в этом случае необходимо, чтобы комиссия в составе не менее трех человек провела, так сказать, ходовые испытания и зафиксировала тот расход, который будет приниматься во внимание именно для этого автомобиля. В этом случае нас интересует раздел покупки и здесь у нас есть подраздел путевые листы. Сейчас мы с вами посмотрим слайдик, то есть вот он у нас раздел покупки и раздел путевые листы. Сейчас мы с вами перейдем в демо базу и здесь выбираем раздел покупки и вот они у нас путевые листы. То есть в этом случае перед нами открывается журнал путевых листов и, соответственно, создать новый документ мы можем стандартным способом через кнопочку создать. У нас открывается диалоговое окно, в котором необходимо заполнить нужную информацию. И вот здесь хочу обратить ваше внимание. В этом году это особенно актуальный момент. Необходимо следить за актуальностью релизов вашей конфигурации, потому что, во-первых, много было изменений в регламентированном учете и если вы хотите все правильно делать, у вас должны быть актуальные формы. И второй момент, вот конкретно касательно путевых листов, здесь есть изменения в табличной части, которая, в принципе, с 1 марта тоже является достаточно важным моментом. Мы с вами сейчас будем смотреть и на базе не особо нового релиза, и так как это должно быть при работе с последними релизами. Посмотреть релиз мы можем с вами вот по такой пиктограммке. Если мы ее открываем, то вот здесь нас интересует информация, то есть пиктограммка и с точкой о программе. И вот они, сведения про платформу вашей программы и вот сведения про конфигурацию. То есть, как вы видите, вот у нас указано 3.129.19. Это релиз конфигурации, на который мы с вами сейчас будем смотреть. Это не последний релиз, то есть обновление, которое касается именно путевых листов, принято начиная с релиза 130. Вот это еще старый формат. Ну, во-первых, мы выбираем с вами, когда создаем путевой лист, выбираем транспортное средство. Для этого у нас предусмотрен справочник транспортных средств. И здесь нужно проверить, чтобы у вас была внесена, заполнена вся информация, которая касается данного транспортного средства. У меня вот заранее внесена запись, то есть у меня автомобиль Volkswagen. Ну, соответственно, в случае, если это другие какие-то транспортные средства, то все хорошо. Значит, напомню, что мы составляем путевые листы на автомобили, не спецтехнику, а на автомобили, либо легковые, либо грузовые. И выбираем сотрудника. Ну, в моем случае будет Абрамов Геннадий Сергеевич. И указываем норму расхода, которая у нас установлена для данного транспортного средства. А вот дальше у нас есть две закладочки, табличная часть с двумя закладочками. На одной закладочке топливо, на другой маршрут следования. Путевой лист предусмотрен для работы с, допустим, топливными картами, либо для работы с наличными. То есть, если водитель или экспедитор приобретает за наличный расчет какие-то, какой-то ГСМ. То есть, в этом случае мы выбираем добавить. Ну, выберем, допустим, кассовый чек. Здесь указываем номер и, естественно, дата. Выберем сегодняшнее число. Количество, ну, литры у меня, поскольку дымобаза у меня не установлена единица, поэтому здесь стоят штуки, естественно, должно быть указано литры. Пусть у нас будет 150 и цена, например, по 54 рубля. То есть, вот у нас табличная часть заполнилась. И теперь мы с вами переходим на закладочку маршрут. Обратите внимание, после того, как вы заполнили здесь информацию, кассовый чек. То есть, фактически, это заправочный лист. Возможно, у вас оставалось какое-то количество в баке топлива. Значит, здесь должно в этом случае отразиться остаток, который у вас был по предыдущему путевому листу. То, что вы приобрели, израсходовано, ну, исходя из вот того норматива, который мы с вами заполнили. И отражается остаток, который у вас должен быть. Поскольку маршрут у меня не заполнен, то еще километров никаких не набежало. И, соответственно, у меня заправлено и остаток одно и то же количество литров. А теперь мы с вами переходим на закладочку маршрута. Здесь вот что очень важно. Маршрут заполнять нужно обязательно, потому что даже если вы указываете, что у вас машина, например, ходила по городу, этого недостаточно, потому что налоговые органы могут предъявить претензии на тему, что это экономически необоснованные расходы. То есть нужно указывать более подробно, например, город Калининград, там магазин номер такой-то, улица такая-то, магазин номер такой-то, улица такая-то. То есть расписывать более подробно маршрут следования автомобиля. И что здесь для нас важно? Я сейчас заполню, чтобы у нас был, допустим, фактический адрес. Плюс здесь пусть у нас будет почтовый адрес. Они у нас совпадают в этом случае. Ну и, соответственно, дальше по ходу заполнения, например, в 0,9 часов он выехал, в 17 часов он должен прибыть. Показания по спидометру, ну, например, 140 напишем. А здесь у нас пусть будет 160. То есть программа автоматически рассчитывает, сколько это километров и, соответственно, расход, который должен быть на этот километраж. И вот в этом случае у меня уже, видите, здесь отражается именно то, что должно быть по нормативу, так сказать. Здесь нет учета груженый-негруженый транспорт и нет, не учитывается зимний и летний расход. Еще не учитывается по талонам. Не учитывается заправка по талонам. То есть мы заправки можем выбрать либо кассовый чек, либо топливную карту. Но тем не менее. А вот теперь сейчас мы это провести и закрыть сделаем, чтобы у нас сохранилась эта информация. И вот видите сразу предупреждение об ошибке, что я написала, когда он должен выехать, но не написала, когда он должен вернуться. Считаем, что у меня на один день заправка. И в этом случае мы проводим документ и выводим печатную форму. Путевой лист. Мы немножко поговорим, чем просто путевой лист от путевого листа номер три отличается. И, соответственно, если это была, как в нашем случае, заправка по кассовому чеку, то, соответственно, должен быть сформирован еще авансовый отчет. При формировании авансового отчета на основании путевого листа есть одна тонкость. Мы про нее тоже чуть-чуть позже скажем. То есть вот сформировался наш путевой лист. И обратите внимание, то здесь у нас заполнено по старой форме. Отправление, назначение, ну то есть и вся остальная информация. Я не буду убирать сейчас это с экрана, потому что нам потребуется для сравнения. Мы снова сейчас перейдем к нашим слайдикам. И следующий слайд у нас как раз показывает разницу. То есть мы с вами сформировали вот такой путевой лист. То есть это по старой форме. И здесь обратите внимание, у нас пункт, здесь у нас будет лучше, пункт убытия, пункт прибытия, колоночка. А начиная с релиза 130, то есть вот здесь у нас с вами должно стоять, у меня 3.0.129.19, 3.0.130, ну и дальше, соответственно, циферки. Интерфейс изменяется. И появляются два новых пункта. Вот так вернемся снова к нашим слайдам. Обратите внимание, пункт у нас здесь, колоночка остается, но добавляется еще одна графа, вид сообщений. И значит здесь у нас доступен выбор. городское, пригородное и междугороднее. То есть появляются виды транспортного сообщения. Дальше колонки сохраняются, то есть дата, время, вот они точно так же, дата, время, показания спидометра. Ну то есть остальная информация остается такая же, как была. Доступна вот эта форма, начиная с 1 марта этого года. Собственно говоря, с той даты, когда требуется уже вводить новые путевые листы. Кроме того, что появилась одна колоночка еще дополнительно, у нас появились и виды, новые виды сообщения. Городское, пригородное и междугороднее. Собственно говоря, печатную форму, если есть необходимость, можно изменить и в ручном редактировании. Но, конечно, гораздо проще обновить программу и уже пользоваться нормальным функционалом, то есть не тратя время на ручное редактирование формы. Снова возвращаемся к нормативной информации. И откуда у нас все это пошло? То есть у нас было разъяснение Минфина, это было письмо еще от 2021 года, по которому даны разъяснения, что для документального подтверждения расходов на приобретение топлива для служебных автомобилей, налогоплательщику необходимо пользоваться перечнем обязательных реквизитов и порядком заполнения путевых листов, утвержденных приказом Минтранса. В принципе, здесь есть одна такая коллизия, что это ведомственные письма и ведомственные нормативные документы. Любое коммерческое предприятие имеет право разработать свою форму путевого листа. Она может быть отличной от той, которую мы с вами только что смотрели, но перечень реквизитов, которые в этом письме зафиксированы, должны присутствовать и в вашей разработанной форме. Если вы разработали свою форму путевого листа, то ее использование необходимо закрепить в учетной политике. В число обязательных реквизитов входит отметка о медосмотре. Если у вас отметки о медосмотре нету, хотя она обязательно, при налоговой проверке это выльется в то, что вам могут снять с затрат расходы, которые по неверно оформленным путевым листам. Ну и, соответственно, в этом случае будет начисление налога на прибыль. И, к сожалению, арбитражная практика в этом случае, но, скажем так, не 50 на 50, а даже, наверное, больше в сторону налоговых органов. То есть, примеры, когда снимаются по неправильно оформленным путевым листам, достаточно много. То есть, арбитражная практика в большинстве своем стоит на стороне налоговых органов в этом именно вопросе. Точно так же, может быть, если у вас отметку о медосмотре проставила, как я уже говорила, лицо, которое законодательно не имеет права проводить медосмотры. То есть, например, либо не является сотрудником медицинской организации, которая имеет лицензии, либо лицензия не соответствует, может быть просрочена, еще как-то. Ну, то есть, если лицо, проводящее медосмотры, имеет недостаточную квалификацию. Поэтому вот в таком случае проще всего заключить договор с медучреждением, допустим, с поликлиникой, и проводить медосмотры именно с сотрудниками поликлиники, теми, которые представляет поликлиника для таких мероприятий. По поводу маршрута, то есть закладочка маршрут, почему я на ней останавливала внимание. Налоговые органы считают, что отсутствие в путевом листе информации о маршруте не позволяет однозначно сделать факт, подтвердить факт экономической обоснованности использования автомобиля. Самый частый вопрос, который, в общем-то, задают именно практики, бухгалтера, можно ли сотруднику, который управляет автомобилем, например, не в целях грузоперевозки, а в административных целях, коммерческих, управленческих, оформлять путевые листы не каждый день, а, например, один раз в месяц. На самом деле, по этому поводу было достаточно много и споров, и, в общем-то, конфликтных ситуаций. Здесь можно опираться вот на такие законодательные акты. В пункте 2 приложение к приказу, опять же, Минтранса России 368, мы про него говорили уже немножко раньше, который устанавливает перечень необходимых реквизитов. Включается дата, то есть число, месяц и год, в течение которого путевой лист может быть использован. Если путевой лист оформляется на один день, то есть, соответственно, дата, число, месяц и год, начало и окончание срока один и тот же, или может быть указаны разные даты, то есть путевой лист может быть составлен и на более длительный срок, например, на неделю или на месяц. Но в этом случае отметки о медосмотре водителя, в том случае, когда он обязателен, должны проставляться в путевом листе ежедневно. То есть в вашем бланке, если вы, например, сами разрабатывали его, во-первых, должно быть место, чтобы это все туда поместилось. И следующий момент, то есть если вы выписываете путевой на 7 дней, например, или на 5 дней, то у вас должно стоять 5 штампиков о недосмотре. Опять же, повторюсь, все неунифицированные формы документов мы должны закреплять в учетной политике. Соответственно, в учетной политике должен быть приложен разработанный вами бланк и в качестве образца желательно проставить нужное количество штампиков, то есть так, как он должен быть уже в действительности. То есть это достаточно трудоемко, и стоит подумать, имеет ли смысл это делать. Или проще все-таки выписывать путевой лист на каждый день. Во-первых, можно более подробно расписать маршрут, а во-вторых, все равно проставлять отметку о медосмотре придется. Но это, естественно, уже на усмотрение организации. То есть как организационно лучше в вашем случае оформлять путевой лист. Еще одна тонкость. Документ путевой лист могут использовать предприятия, которые не являются транспортными компаниями, то есть для которых грузоперевозки не являются основным видом деятельности. Потому что мы сейчас с вами говорим про путевой лист легкового автомобиля, либо грузового автомобиля не специализированно. Они много отличаются по внешнему виду. Хотя показатели в них указываются одни и те же. Если мы с вами перейдем, сейчас мы это сделаем снова в демо-базу, то у нас печатная форма. Вот мы с вами создали путевой лист, провели его, и нам доступна печатная форма. В этом случае печатная форма у нас путевой лист, как я уже говорила, путевой лист номер 3 и авансовый отчет. Вот они у нас три формы. Ну вот я сейчас выведу просто путевой лист. Вот он, видите, в каком формате у нас отражается. Путевой лист номер 3. В этом случае, наверное, более привычная форма. Вот такая у нас отражается. Ну и авансовый отчет. В принципе, всем тоже давно привычная форма. Обычный авансовый отчет. Но какая здесь у нас есть тонкость, что если мы с вами делаем авансовые отчеты обычным порядком, то у них идет сквозная нумерация. Если мы выводим из путевого листа авансовый отчет, то есть как печатную форму, то в этом случае нумерация таких авансовых отчетов собьется. То есть она не будет соответствовать нумерации путевых листов, нумерации авансовых отчетов, которые мы получаем из журнала. Вернемся с вами снова к нашим слайдам, к нашей нормативной информации. И, значит, если мы используем автомобиль для управленческих целей, то здесь вот она основная функция, основная, так сказать, изюминка. Приказ 368 Минтранса нам вообще не обязательен к применению, поскольку мы не являемся именно транспортной компанией. Как я уже говорила, компании могут разработать свой бланк, делать его на неделю, но нужно будет соблюдать именно требования про медосмотры. И чем у нас отличается путевой лист, печатная форма номер 3 или упрощенная авансовая, упрощенная форма печатная. То есть форма номер 3, вы ее тоже уже увидели, а фирма, печатная форма... Путевой лист – это упрощенная печатная форма, а путевой лист номер 3 – это всем нам привычная форма. В общем-то, вы ее видели. Информация та же, но немножко в другой компоновке у нас содержится. И про авансовые отчеты я уже говорила. Нарушается сквозная нумерация и требуется либо поправлять вручную номер, либо в учетной политике сокрепить, что авансовые отчеты, которые формируются из путевого листа, то есть фактически они раньше назывались заправочный лист, что они будут иметь другую нумерацию. Ну, это, так сказать, уже административное решение, как вы решили, что в вашем случае это выгодно, так это и будет происходить. Теперь при формировании, при оплате топливной картой. В этом случае получается, что вы раздаете водителям топливные карты, и по этой топливной карте водитель заправляется. То есть на заправочной станции он получает только чек, где указаны литры без стоимости. Соответственно, в этом случае, если мы выбираем заправку топливной картой, у нас будет отражаться только количество топлива. Если мы заплатили чеком, то у нас будет уже указана стоимость. То есть мы с вами заполняли путевой лист. Там будет указана и стоимость, и количество. Вы видите на экране, какие проводки в этом случае у нас будут делаться. То есть, когда мы заправляемся по топливной карте, у нас будет формироваться проводка по десятому счету только на количество, без суммы. А вот когда в конце месяца поставщик вам предоставляет уже накладную счет фактуры на то количество, которое заправлено было по топливным картам, то в этом случае вы делаете документ поступления с видом операции топлива. Вот по этому документу уже будут формироваться проводки по сумме, то есть количество уже не будет затрагиваться, будет затрагиваться только сумма. Может использоваться счет 76-15. В этом случае он у нас будет как вспомогательный. И когда мы будем с вами делать закрытие месяца, то есть у нас будет регламентная операция корректировка стоимости номенклатуры, в этом случае будет формироваться проводка по средней стоимости за месяц. То есть, соответственно, точную стоимость затраченного топлива мы с вами сможем просчитать в противном случае либо только вручную, либо уже когда мы будем выполнять закрытие месяца. Что еще важно учитывать при работе с путевыми листами? До 1 марта этого года, то есть собственники либо владельцы транспортных средств должны были ввести журнал регистрации путевых листов. Ввести его можно было как на бумажном носителе, так и в электронной форме. В электронной форме, сейчас мы переключимся в бухгалтерию, в демобазу, в электронном формате вот он наш с вами журнал путевых листов. Вот, как вы видите, идет нумерация путевых листов. То есть вывести, распечатать журнал очень несложно. То есть по кнопочке «Еще» мы можем сохранить список, сохранить настройки, вот «Вывести список». И у нас с вами формируется, мы можем выбрать, убрать какие-то группы. Но, допустим, мы ничего не убрали, все оставили по-прежнему. И вот у нас сформировался журнал учета путевых листов. Ну, либо в обычной бумажной форме. То есть это достаточно несложно делать. Теперь ввести такой регистр не обязательно. Можно отказаться от введения, но можно и продолжать закончить как раньше. Соответственно, в этом случае это решение организации, которое желательно тоже зафиксировать местными локальными актами, то есть приказом или внести в учетную политику. Но можно ввести, можно не ввести. Чисто на практике, естественно, ввести журнал путевых листов достаточно удобно и часто необходимо, когда возникает потребность доказать, что там машина такого-то числа ездила туда-то, сюда-то. Ну, то есть найти информацию и доказать что-то при наличии журнала все-таки проще. Еще один момент. Если вы, допустим, до 1 марта ввели журнал учета путевых листов, а потом решили, что это лишние трудоемкие операции, то от старого журнала избавляться пока не стоит, потому что срок хранения таких журналов 5 лет. И, соответственно, это уже приказ Госархива и соблюдать сроки хранения документов все-таки нам необходимо. Еще один момент. Поскольку в этом году грузоперевозки переводятся на электронный документооборот, то, соответственно, и путевые листы могут применяться в электронном формате. Вот здесь обратите внимание. Если вы применяете электронные путевые листы, то здесь уже простора для творчества гораздо меньше, потому что этот документ по форме и по остальным параметрам разрабатывается налоговой службой России и вашу собственную разработку уже использовать будет нельзя. Это регулируется тем, что электронный путевой лист относится к категории электронных перевозочных документов наряду с электронной транспортной накладной, электронным заказным нарядом и электронной сопроводительной ведомостью, соответственно, и договором фрахтования, электронным заказом и электронной заявкой. То есть это комплекс электронных документов, который уже разработан, и здесь уже местное творчество не может применяться. Особенности работы с электронными путевыми листами это то, что они должны быть подписаны участниками информационного взаимодействия, то есть либо должна предъявляться УКЭП, либо неквалифицированная электронная подпись, УНЭП, либо, значит, какие-то другие подписи, или машиночитаемая доверенность. Сертификат ключа, то есть тоже должен быть создан, может быть, через портал Госуслуг, и вот сейчас правила электронного документа оборота тоже достаточно четко прописаны, и обратите внимание, что в прошлом, позапрошлом, извиняюсь, году, 21-м летом в июне налоговые органы получили еще один документ, который позволяет предоставленные документы в установленном порядке, то есть вы ничего не нарушили, все вовремя предоставили, но дает право налоговикам считать отчетность или сведения непредоставленными, поскольку были нарушены требования о подписи, то есть либо подписано не тем лицом, либо неверно оформлена была подпись, это касается тех ответственных работников, которые должны подписывать электронный путевой лист, то есть это медработник, который проводит медосмотры и предрейсовые, и послерейсовые, и послесменные, это и лица, которые уполномочены на заполнение сведений о показаниях спидометра, то есть водитель, диспетчер, механик, ну то есть тот, кто у вас отвечает за эти показания. Вот здесь обратите внимание, очень часто встречается такая ситуация, когда допустим сведения о путевом листе, то есть о километаже, там о спидометре заполняются небрежно с несоблюдением требований по подписям и соответственно по показаниям спидометра, на основании которых высчитывается норма топлива, которая может быть списана по этому путевому листу. То есть вот на это нужно обратить особое внимание, то есть если у вас расписывается Иванов, то чтобы Иванов у вас был, во-первых, имел полномочия по приказу, что он ответственный за снятие показаний, например, спидометра или других каких-то показателей для путевых листов и собственно говоря, что если этот сотрудник указан, то на него правильно оформлена либо доверенность, либо квалифицированная или не квалифицированная электронная подпись. Еще одна тонкость это соответственно если вы применяете электронный документооборот со своими клиентами, со своими заказчиками, то соответственно и другие подписанты должны соответствовать этим требованиям. То есть соответствовать документация должна соответствовать требованию использования информационных систем электронных перевозочных документов. то есть в этом случае допускается только через уполномоченных операторов до обмен электронным документооборотом по транспортным грузоперевозкам. То есть обмен по электронной почте допустим в этом случае недопустим. То есть только через уполномоченных операторов. И второй момент что электронный путевой лист если вы его уже используете, то он подлежит направлению в государственную информационную систему электронных перевозочных документов, то есть ГИС-ЭПД, где согласно постановлению правительства, то есть уже не межведомственная переписка, постановлению правительства, вот вы номер видите на экране, но сведения из такого путевого листа становятся доступны сразу достаточно большому количеству фискальных органов, то есть это и МВД, и Минтранс, и Минцифры, и Налоговая инспекция, и Ространснадзор, ну то есть короче всеми уполномоченными органами, которые следят за грузоперевозками. Снова вернемся мы с вами в бухгалтерию. Так, и вот еще что посмотрим, то есть вот наш с вами журнал документов путевых листов, как я уже говорила, достаточно удобно вести его вот в таком электронном виде, и что нам здесь еще важно, то есть вот когда мы заполняем сведения о маршруте, то соответственно если вы знаете километраж, то есть например у вас установлены какие-то маршруты, по которым у вас например развоз товара происходит клиентам или что-то еще, то соответственно вот здесь мы должны указать адреса этих магазинов и указать километраж. То есть если вы знаете, что автомобиль вышел из гаража и поехал, например, по кольцевому маршруту, который составляет там 300 километров, то соответственно у вас должны быть включены пункты, по которым этот километраж уже рассчитан и внесен в систему. Сейчас мы с вами позакрываем вот эти журналы, поскольку мы их уже посмотрели, и они нам уже не нужны. И немножко поговорим еще вот о чем. То есть мы с вами посмотрели настройки, которые нужны для работы с путевыми листами. Повторюсь, во-первых, это должны быть сведения по водительским удостоверениям ваших водителей или экспедиторов, ну в зависимости от того, кто ездит. Во-вторых, должны быть внесены нормы расхода на каждое транспортное средство, нормы расхода топлива. И кроме этого, должны быть указаны маршруты и сколько будет пробег. Если у вас, например, вы используете, у вас большая разница для зимнего и летнего расхода, то, соответственно, это тоже нужно учесть. И еще, что нам желательно посмотреть, это меню отчеты. То есть в меню отчет у нас есть достаточно много дополнительных сервисов. То есть видите, есть подраздел «Стандартные отчеты». Но здесь в основном это обычная бухгалтерская отчетность и более предметные бухгалтерские данные. И здесь уже отчетность, 1С отчетность. То есть это регламентированная отчетность, которая предоставляется в налоговые органы, ну то есть в фискальные органы. И вот здесь я хотела сказать, что 1С отчетность – это не только наименование раздела, но и наименование дополнительного сервиса, который позволяет напрямую обмениваться, минуя оператора связи, то есть минуя там СБИС, Астрау, Контур и так далее, отправлять документацию напрямую на сервис налоговых органов или каких-то других контролирующих органов и вести с ними переписку. То есть вы видите, у нас вот здесь регламентированные отчеты, это общий журнал отчетов. И дальше пошли уведомления, письма, сверки, личные кабинеты. Если мы открываем этот раздел, открываем журнал регламентированных отчетов, то, соответственно, в этом случае все дополнительные пункты, которые мы вот сейчас здесь видим, у нас сохраняются и переходят в верхнюю линейку меню. И мы можем их уже из журнала точно так же использовать, не переходя сюда, вот в этот раздел. Ну вот, к сожалению, он достаточно долго открывается сейчас, сработает, вот. То есть видите, вот они все наши пункты, которые мы видели из раздела общего. И почему здесь это важно? То есть видите, вот при запуске 1С-ка еще сама себя хвалит и пишет, что 1С-отчетность – это сервис и так далее. То есть передавайте отчетность прямо из 1С. То есть, собственно, рекламку-то мы отключим, а смысл в чем, что сейчас очень много дополнительных проверок в связи с объединением фондов, то есть соцстрах и пенсионный фонд, в связи с введением прослеживаемости товаров и так далее. И в случае, если налоговая находит какие-то нарушения или требует у вас какие-то пояснения, то даются достаточно короткие сроки для реагирования, то есть там 5 дней или 10 дней. И в этом случае потери 1-2 дней на обмен через третью лицу, то есть через промежуточный, так сказать, вариант, это уже достаточно много. Поэтому сам по себе сервис, именно 1С-отчетность, это очень удобно и экономит время. Вот точно так же, как и в журналах обмена с операторами электронной отчетности, видите статус своего отчета, то есть находится в работе, принято или подготовлено только. Но зато уведомления, письма, требования о предоставлении документов отражаются гораздо быстрее, и вы сразу видите, если у вас какая-то дополнительная появилась задача, то есть дополнительно, например, предоставить какие-то данные, то вы можете среагировать на это быстрее и сэкономить себе 1-2 дня на подготовку ответа. Еще что очень важно, это личные кабинеты, поскольку сейчас в электронном виде очень много документов создаются, не только по НДС, но еще и по объединенному фонду, по больничным листам и так далее, то в этом случае очень важно, опять же, скорость работы, а ее позволяет увеличить личные кабинеты, то есть если вы входите в личные кабинеты, как вы видите, здесь идут и с налоговыми органами, и с порталом госуслуг, и природнодзор, вот личный кабинет, электронные листки нетрудоспособности, подтверждение вида деятельности, соцдоплаты и статистика. То есть вот здесь обратите внимание, пожалуйста, на статистику, потому что в этом году было достаточно много, вот в релизах начала года, было достаточно много дополнительных отчетов по статистике. Вам необходимо просто зайти на сайт госстата и по вашему ИННУ посмотреть, не попали ли вы дополнительно под какие-то выборки, то есть какую отчетность ваше предприятие по ИННУ должно сдать. И если попало, то проверить, чтобы вы не нарушили сроков, потому что с прошлого года статистика начала применять штрафные санкции. Разговор про это был достаточно уже давно, муссировалась тема, что статистика имеет право штрафовать, но не применять пока это на практике. А вот с прошлого года на практике это уже начало применяться, и за нарушение сроков или непредоставление статистической отчетности на первый раз Росстат имеет право оштрафовать до 70 тысяч организацию, а при повторном проступке этот штраф вырастает до 150 тысяч. То есть, соответственно, проще потратить 10 минут и зайти на сайт, проверить вашу организацию, проверить, что вы не попали ни под какие выборочные файлы, извините, отчеты, и, соответственно, уже не переживать, что вам грозят штрафные санкции. И точно так же обратите внимание на отчетность военкомата, потому что сейчас в связи с мобилизационными мероприятиями воинскому учету стали уделять гораздо больше времени и внимания, и поскольку все предприятия обязаны вести воинский учет, даже если вы до этого, ну, скажем так, игнорировали этот момент, то теперь это становится достаточно опасным, и проще подготовить один отчет за год, чем опять же потом бегать, отбиваться от штрафов и вытаскивать предприятия из всех черных списков. На этом можем отсюда уйти. И, собственно говоря, здесь нас интересует еще один момент, обратите на него внимание. Вот такая пиктограммка, домик, начальная страница. То есть здесь у нас обычно отражается информация наиболее, скажем так, актуальная, и, собственно говоря, методическая поддержка. Поскольку сейчас очень много было изменений, и, соответственно, вышло очень много документов, которые либо дают какие-то пояснения, либо методические указания, то здесь раздел методическая поддержка, который построен именно на основании разработок и рекомендаций компании 1С, она достаточно серьезно проработана, то вот это наиболее актуальная информация на текущий момент по текущей конфигурации и, соответственно, по налогам. Ну и плюс подсвечивается, что должны были бы сделать и что вы не сделали. Ну и также отражается информация о том, если, допустим, программа требует обновления обновления или еще что-то. Если вот здесь вы хотите видеть немножко другую информацию, то через настройку вы можете отобрать, что вы хотите видеть, какие блоки вы хотите. У меня сейчас включены вот блоки, которые вы видите. Можно поставить сюда, что я хочу, например, по 1С парк рискам, чтобы не отражалась информация, или наоборот здесь что-то. Ну, то есть можно это настроить или воспользоваться стандартными настройками, которые здесь есть. Сейчас мы с вами снова вернемся в наши слайдики. И я хочу вернуться к титульному листу, чтобы еще раз показать вам наши контакты, то есть адрес электронной почты, телефоны, телеграм-контакты. На этом, к сожалению, наше время подошло к концу. Ну, компания Кудерлайн благодарит вас за время, которое вы нам уделили, за интерес, проявленный к нашей информации. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Будем рады, если сможем оказать вам какую-то другую помощь в работе с программами семейства 1С. Это и доработка, и настройка, и внедрение, и ответы на вопросы. Так что добро пожаловать. Будем рады оказаться вам полезными. На этом разрешите попрощаться. Компания Кудерлайн заканчивает нашу встречу. Всего вам доброго, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...